Привет всем! Последнее моё видео вызвало очень много обсуждений, очень много дизлайков и очень много неприятных комментариев в мою сторону. После того, как я сказала, что у меня есть идея о переходе из покера в программирование, многие назвали меня слабачкой, многие сказали, что я сдулась, многие сказали, что ура, одним регом будет меньше. Некоторые стали меня отговаривать от этой затеи, некоторые меня наоборот подбодрили, сказали, что в покере ещё можно зарабатывать, причём больше, чем на IT и каких-то технологиях. Я весь вчерашний свой выходной взвешивала всю информацию, которую мне писали в комментариях на ютубе, которую мне писали на джипсети и которую мне писали на форуме в покерабилити. И пришла к тому мнению, что действительно, да, я, возможно, много времени трачу на какие-то жалобы, на какие-то сомнения, на какие-то ненужные абсолютно вещи, которые мешают мне в достижении каких-то целей. И я приняла для себя решение, что я призываю себя в армию. Те, кто смотрел «Бизнес-тренер Гондопаса», наверное, знают, что это такое. Я расскажу вам поподробнее. Призвать себя в армию – это значит год жить по армейским условиям. Я, конечно, девушка, я никогда не была в армии, даже мой муж не был никогда в армии. Но я примерно представляю себе, что это такое. И сегодняшний день я тоже посвящала тому моменту, что я просто расписывала у себя в блокнотике, что я буду делать в ближайшие полгода. Я решила себя в армию призвать на полгода. Что я буду делать в ближайшие полгода, какие условия будут моего существования, какие условия моей работы будут, какие условия, какую зарплату я буду получать. Например, я должна 6 дней в неделю отыгрывать по 8 часов, выкладывать на разбор по 2 раздачи в день, оценивать по 2 раздачи в день, но это уже после курса. Пока курс идет, я должна буду оценивать 4 раздачи в день. После курса я должна буду оценивать 2 раздачи в день. Я не знаю, как это будет проходить. То ли я буду на Booker Ability их оценивать, то ли где-то у себя в архивах. Но главное, чтобы был сам факт, то что я оценила свои именно раздачи по 2 раздачи в день. Далее, я должна есть правильную пищу. То есть, я буду есть каши, овощи, фрукты, никаких вкусняшек, никаких балований себя сладостями, никаких балований себя какими-нибудь красными рыбами и так далее. То есть, у меня должна быть армейская пища. В мой рацион будут входить продукты, которые будут давать моему организму необходимые витамины, микроэлементы и так далее и тому подобное. Но при этом я должна есть скромно, не баловать себя. Я просто обожаю покушать и иногда трачу какие-то лишние деньги на вкусняшки, хоть и полезные, там морепродукты, рыба. Опять же, я очень люблю красную рыбу. Но я должна как-то себя, пока я в армии, ужимать. Далее, про что еще я рассказала? А, я должна 5 дней в неделю ходить в спортзал. И при выполнении этих условий я буду получать увольнительный раз в неделю. В увольнительном я уже, ну, соответственно, делаю, что хочу, сплю, как хочу, там, развлекаюсь, возможно, даже угощаю себя какими-нибудь вкусняшками. Если за день я проделываю работу, которую я для себя наметила, я получаю 500 рублей. Моя зарплата будет составлять 500 рублей. Если я за неделю проделываю всю эту работу, у меня будет премия в размере 2000 рублей. Да, то есть, неважно, сколько я там выиграю на покере, проиграю на покере, это все будет уходить в банкроп. Главное, что я буду получать определенную зарплату, которую мне будет хватать на оплату квартиры, на оплату еды, на покупку какой-нибудь одежды, ну, и так далее, и так далее. И, может быть, еще и отложить для чего-нибудь. То есть, я буду, как обычный человек, получать зарплату, ну, в общем, вы поняли, наверное, что я имела в виду. И я хочу выразить слова благодарности тем людям, которые писали мне особенно гадости, типа, я слабачка. Нет, вы не на твое опали. Я буду теперь вести свой блог на канале Джипси, на форуме в Джипси Тим и на форуме на Покер Абилити. То есть, и после курса я буду вести и видеоблог, и просто блог с отчетами о том, как же проходит моя жизнь в армии, которую я сама себе устроила. Посмотрим, к чему это все приведет. Вот. Я либо сойду с ума, либо я стану крутым регом. Это мы все увидим позже. Пока я с вами прощаюсь. Пишите комментарии. Поменьше, пожалуйста, дизлайков. Но комментарии вам, вот, прям спасибо за комментарии. Вот. Они мне прям помогают настроиться, помогают как-то построить порядок в моей голове. И спасибо вам, правда, большое за обратную связь. Я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok